Спрашивают про Витю Соболя рассказать. Я с ним просто встретился на глубоком, но знаю, что он до этого на Новосадок сидел, тоже в Беларуси. Как он к нам попал, я толком не в курсе, но знаю, у него была связь по переписке с Макошей, с Прокопьевска. И вот он от Макоши знал обо мне, что Макоши слышал от Фарида, от Донца. Ну, короче, и потом он все время был со мной, а там же было в глубоком, как куму скажет, так и будет. Все кумовское движение, все с кумовьями. Поэтому там все мучилось, чтобы меня остановить. Ну, а я на них внимания не обращал. Потом я освободился, уже Соболь был на свободе. Он дня через два после моего освобождения приехал в Витебск. Ну, нашел меня. Вот. Он дружил с таким Петрухой Симферопольский. Ну, он сам с Симферополя карманник и женой перебрался в Минск. И сидел в Новосадах вроде. Вот там с Соболем познакомился. Потом освободился там. Стал точки иметь, которые ему платили. Ну, мы-то, короче, я знаю, что Соболь через Симферопольского мне дубленку классную сделал баксов за 400-500 вывозов. Ну, короче, потом я съездил в Калининград, потом вернулся и поехал в Казань и с собой взял Соболя. Уже в Казани побыли. Он там сам со всеми познакомился, кто со мной общались. Потом поехали в Прокопис, Кемерская область. Там Макошу он нашел. Уже с Макоши меня познакомил. Вот. Вот. И потом я уехал. Новый год там отметил. И потом уехал в Казань. А в Казань за мной приехали из Беларуси. Забрали уже меня. Ну, вот так с Соболем общался. Ну, говорят, он сейчас в Прокописке живет. Я с ним связи не имею.